28 апреля в Апатитской администрации произошло знаковое событие. В этот день на Совете депутатов города о своей работе отчитывали сотрудники администрации, во главе с сетименеджером Николаем Бовой. В повестке дня этого заседания изначально было 32 вопроса. Два из них народные избранники перенесли на следующий раз. Но это никак не повлияло на градус накала страстей, которые бушевали на этой сессии Совета. Первый, конечно, главный вопрос 11-й сессии Совета депутатов города Апатиты это отчет главы администрации Николая Бовы о результатах его работы за прошедший год и вплоть до апреля года текущего. Ради такого события первый вопрос рассматривался депутатами в Большом актовом зале, в присутствии гостей, как приглашенных, так и пришедших на заседание по собственной инициативе. Горожан было немного, к сожалению, потому что именно этот отчет главы, предельно насыщенный информацией и определенно заслуживающий внимания потечан, стал ключевой причиной бурных обсуждений в зале заседаний. Причем претензии к работе сети-менеджера со стороны депутатского корпуса были настолько жесткими, что в заключении своей речи Николай Бова даже не старался скрывать досады. Больше, чем я себе поставлю оценку, поверьте мне, не даст никто. Я прекрасно осведомлен и знаю, какие за три года ходят разговоры и так далее. Я этому городу отдаю очень много здоровья, сил и своего профессионального опыта. Поэтому, принимая то или иное решение по моему отчету, давайте не выплеснем с водой ребенка. Однако без сюрпризов все же не обошлось. В этот день народные избранники Апатита поступили так, как не поступали еще никогда. Отчет главы администрации они приняли только к сведению, а его оценку решили отложить до сентября. В общем и целом, я могу сказать, что текущая работа выполняется отлично. Текущая работа. Бывают где-то небольшие недочеты, но я бы сказал так, что на данный момент уже настала необходимость, это уже становится явно видно и Совету депутатов, что надо думать о перспективах города Апатиты и направить деятельность администрации уже на создание, скажем так, нашего будущего. Вопросы эффективности работы администрации депутаты продолжили обсуждать сразу после короткого перерыва, но уже в малом актовом зале. И начали, естественно, с изменений в городской бюджет. Основные параметры городского бюджета на 2015 год с учетом данного проекта будут следующие. Доходы 1 миллиард 799 миллионов 372,5 тысячи рублей. Расходы 1 миллиард 867 миллионов 787,2 тысячи рублей. Дефицит 68 миллионов 414,7 тысячи рублей. Проект бюджетных изменений, предложенный финансистами, с дефицитом чуть больше 7% народные избранники утвердили. Приняли они и новые положения управления финансов, образования, отдела культуры, спорткомитета и комитета по управлению имуществом. Одобрили вопросы мобилизации дополнительных доходов и оптимизации расходов городского бюджета. Внесли поправки в прогнозный план приватизации муниципального имущества на текущий год и упростили порядок предоставления жилья на Бредово-13 для граждан, прибывших к нам с Украины в поисках убежища. В случае наличия у заявителей хотя бы одного ребенка в возрасте до 3 лет трудоустройство для таких граждан затруднительно. В целях социально-бытового обустройства лица, вынужденно покинувших территорию Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в поисках убежища, предлагается утвердить изменения в данное положение. Судьбоносных вопросов на ближайшую перспективу для города, которые обсудили и приняли депутаты, мы насчитали не меньше 18. Это и новое положение о муниципальном земельном контроле, и возврат муниципального управления офисного здания Бредово-11, новые условия приватизации для недостроев и нежилых зданий и как минимум 4 важных нововведения для управления городским хозяйством. Совет продолжался около 5 часов, а вот насколько эффективными и полезными окажутся решения местных парламентариев, понятно станет только к осени.